На самом деле обстоятельства взятия «Хрестоносный мир» Константинополя в 1254 году сыграли более важную роль в разделе между восточным и западным христианством, чем обстоятельства обмена экскомуниками 1024 года. И это обстоятельство очень сильно отложилось в исторической памяти православия, и до сегодняшнего дня еще оно всплывает в отношениях между православной и католической церковью. Мы должны вспомнить еще одном большом расколе в теле христианства, который случился в 16 веке, это уже только в рамках западного римко-католического христианства, это реформация. Реформация по своему определению от латинского «реформатио» — это церковно-религиозное, духовно-общественное и политическое движение обновления в странах Западной и Центральной Европы в 16 веке, направленное на возвращение, как они говорят, к библейским основам, к переустойчивым христианству. На самом деле католическая церковь переживает до 16 века довольно-таки долгий период кризиса. Это был период, когда одновременно могли существовать два папы, один папа, второй так называемый антипапа, когда дисциплина католической церкви очень сильно пострадала. Плюс к этому в Риме начинается строительство очень большого комплекса папской резиденции в Ватикане и строительство нового, самого большого в мире христианского собора — это собора Святого Петра, на который были нужны, конечно, большие финансы. И католическая церковь прибегает к тому специальству, что начинает собирать деньги из разных источников, в том числе посредством продажи индульгенций. Мартин Лютер, который был профессором в одном маленьком немецком городке Виттенберг, это обстоятельство продажи индульгенций его очень огорчило. Он побывал в Риме, увидел этот упадок дисциплины, и он очень ряно выступил за обновление христианства. И начальным моментом реформации считается 25 октября 1917 года, когда Лютер в Виттенберге прибил на дверях кафедрального собора эти свои знаменитые 95 тезисов, в которых говорилось о первых таких богословских основах, которые стали впоследствии богословскими основами лютеранства. Говорили из них о грехе и наказании, и особенно критиковалось торговля индульгенциями. Это религиозное движение потом вылилось уже в национальные движения германских государств. Это движение было поддержано местными государствами, местными князями, которые поддержали Лютера в этом отсоединении от Рима. На самом деле Лютер, начиная свое движение, и до своей смерти он не думал, что создает какую-то другую конфессию, какой-то другой род христианства, он все время думал, что он реформирует католическую церковь. Но на самом деле лютеранство и учение Лютера – это две разные вещи. Лютер не был таким систематическим богословом. Он много писал на разные темы, но после его смерти только его соратники, такие как Филипп Мелангтон, систематизировали его учение, превратив его, положив его в основу лютеранства сегодняшнего. В то же самое время почти действовали и другие реформаторы, такие как Жан Кальвин, он действовал в Женеве, и Ульрих Цвингли. Это движение привело к тому, что большая часть христиан Европы отделилась от Рима, начала строить свое христианство на немножко других основах. Между лютеранством и кальвинизмом на самом деле нет таких больших разногласий, у них есть только разногласия в самой форме веры, в дисциплине, но не в вероучительной основе. Таким образом, западное христианство раскололось, и до сегодняшнего дня мы имеем этот большой раскол в западном христианстве, когда существуют разные протестантские деноминации, которые в своем внутре все более и более делились между собой. И к моменту уже новой истории протестантское движение являлось и в наше время очень сильно фрагментированным и разделенным в своем внутре. Если мы думаем, что движение за воссоединение христианства – это плод только новейшего времени, мы будем очень сильно ошибаться, потому что история христианства после разделения имеет, по крайней мере, несколько таких попыток его воссоединения. Более удачных, менее удачных мы можем судить о них уже сегодня, но на самом деле это были попытки воссоединить уже разделенные христианства, особенно с западной и восточной церкви. Мы возвращаемся к 1274 году и обстоятельствам Леонского собора. До этого времени турки уже захватили большую часть Взятийской империи, кольцо вокруг Константинополя все более сжималось и сжималось. И эти обстоятельства политически по своей сути заставили императора Константинополя и императора Взятийской империи искать поддержки на Западе. На Западе уже существовал более-менее установленный мир, и эти новые народы, которые пришли в Европу, эти варвары, уже были христианизированы, были втянуты в орбиту римской культуры, римского католичества, латинской культуры. Они уже собой представляли достаточно большую мощь, и император Константинополя искал поддержки у них в борьбе с турками. И эти политические обстоятельства, когда слабая сторона просила помощи усиленной стороны, отобразились на ходе этого собора. Настоящим собором воссоединительным он не стал, к сожалению. Не состоялось на нем истинного соборного диалога, а только простое заключение унии после понятия греками исповедания веры в его римском формате. То есть греческая делегация прибыла уже после сессии, на которой обсуждался вопрос этой католической вставки в символ веры и сына. Им дали уже приготовленный текст, который они были вынуждены трижды прочитать. От императора тоже пришло письмо, в котором он дал свое исповедание этого римского формата молитвы верою. И таким образом была заключена уния. Это единение не имело на самом деле долгой жизни, потому что изменились политические обстоятельства. Натиск турков ослаб, и таким образом отпала сама потребность, сама мотивация этой унии. И поэтому она, как поспешно было принято, так же поспешно приказала долго жить. Далее второй большой такой попыткой воссоединить восточное и западное христианство, это уже был Флорентийский собор 1439-1445 годов. Это была намного более серьезная попытка. Снова-таки толчком к этому собору стали политические обстоятельства, потому что турки все более сжимали кольцо вокруг Коснатинополя, и император Восточно-Римской империи был вынужден искать поддержки на Западе. Прежде всего в римской церкви, потому что она имела очень большое влияние на христиан с Запада. И заручившись поддержкой папы, он мог бы уже просить о каком-то христовом походе уже против турок. Это было его основной целью. 6 июля 1939 года папской булой «Веслите из небеса» или как это по-латински звучит «Ле Тетур Челли» папа Евгений IV провозгласил, что «снято стену, отделяющую Западную церковь от Восточной, как достигнутое, так желаемое святое соединение». К сожалению, большому сожалению, в православную историографию Флорентийский собор вошел как трагическая встреча Востока и Запада. И богослов Иоанн Мениндорф говорит, что «когда Восток и Запад решили принять участие в объединительном соборе во Флоренции, было уже слишком поздно для того, чтобы создать там атмосферу взаимного уважения и доверия, которые единственные позволили бы на истинный богословский диалог. Флорентийская уния, которая была завершена в плоскости доктринальных споров и компромиссов, не была в состоянии победить существующего и все более глубокого взаимного отчуждения». Тем не менее, я считаю, что этот собор является одним из наиболее недооцененных, недослуженно недооцененных с точки зрения церковной историографии. Чтобы иметь общее представление о масштабах собора, мы должны прибегнуть к небольшой статистике. Греческая делегация прибыла во Флоренцию в количестве 700 человек. Не менее многочисленной была также и католическая делегация. Присутствовали Папа Римский, Патриарх Краснодарский и Император Краснодара. Сейчас вышла книга в украинском ее переводе профессора Джосефа Гилла, которая называется «Флорентийский собор», где он рассказывает о ходе этого собора. Имп подчеркивает на основе документов, на основе хроник этого собора, что происходили на самом деле настоящие богословские дискуссии. Не было диктата со стороны одной церкви другой. Богословы могли дискутировать между собой, спорить. В современном богословском диалоге церкви решили начать с вопросов, которые объединяют обе церкви, то есть те, по которым существует консенсус. Этот же собор приступил сразу к секцевине различия в вере между православной и католической церкви, которой на то время было филиокве. Вопрос филиокве. Что такое филиокве? Я должен в некоторых словах объяснить. Западная церковь приняла, где-то 7-8 век, приняла в символ веры добавление, что Святой Дух исходит не только от Отца, но и от Сына. Вот по-латински «от сына» и звучит филиокве. Так же и от Сына. Это сделано было для того, чтобы подчеркнуть божественность Иисуса Христа. Была на то своя причина, потому что, я уже вспоминал, это времена инвазий на территорию Старой Римской империи, Западной Римской империи, многих германских племен, которые были по своему вероисповеданию арианами. Если мы помним, в основе арианства положено то, что Иисус Христос не является Сыном Божьим, а только человеком. И вот для того, чтобы подчеркнуть это божество Иисуса Христа, было введено вот это добавление и Сына. То есть, что не только Бог Отец является источником Святого Духа, но и Сын, что подтверждает Его божественность. Чтобы подчеркнуть это, чтобы сделать это на противовес арианскому учению, папа сначала этого добавления не принял. Но потом по настоянию императора Священной Римской империи Карла Великого это было принято, это добавление. Не в последнюю очередь из-за того, чтобы даже в этом мире отделиться от этой византийской греческой церкви. И вот этот вопрос филиокве для православных означало изменение веры, потому что в православном богословии существует понятие происхождения Святого Духа от Отца через Сына. То есть, Бог Отец является единственным источником Святого Духа. Тут уже вера была немного изменена, и этот вопрос филиокве, вот этого добавления из Сына стал центральным пунктом обсуждения на Флорентийском Соборе. Но аргументы, как показывает книга Джозефа Гилла, аргументы Западной Церкви были сильнее, греки не могли ничего им противопоставить, поэтому они потом в результате этого Собора, когда уже дошли до того, что Святой Дух исходит также и от Сына, но Отец является единственным источником Святого Духа. Была принята такая формула Флорентийского Собора. И еще одно обстоятельство, которое говорит о том, что Собор прошел хорошо. Решение Собора было подписано обеими делегациями в полном составе, кроме одного человека. Этим человеком был епископ города ФС Марк Евгеник. И как описано в книге, что обе делегации были настолько радостными, что начали приветствовать друг друга и радостно обнимались. Из-за этого мы видим, что насколько значимым было это событие и какие крупные перспективы оно открывало. Было собрано войско западных христиан. Они выступили против турков, но в битве под Варной они проиграли. Я уже говорил, что история не имеет сослагательного наклонения, но представим себе, если бы эта битва была выиграна, насколько бы другое обличие имело сейчас христианство в Европе. Тем не менее, эта попытка воссоединения между западным и восточным христианством имела свое продолжение, по крайней мере, в двух исторических событиях. Во-первых, это со стороны московской митрополии заключение унии со стороны византийского христианства с Римом воспринималось как предательство православия. Поэтому было объявлено об отделении от Вселенской батареархии и об объявлении автокефалии. На каноническом уровне это было утверждено значительно позже. И потом уже со стороны московской митрополии обстоятельство взятия турками Константинополя воспринималось как кара за эту унию. Тем не менее, на землях киевской митрополии эта уния была воспринята немного легче, потому что один из участников, очень активный участник этого собора во Флоренции был киевский матриполит Грек Исидор. И, возвратившись в Русь, он служил в службу, где вспоминал папу и так далее. И, таким образом, здесь к унии отнеслись немного легче. Наше повествование будет неполным, если мы не вспомним о еще одном историческом обстоятельстве, о еще одной исторической попытке восстановить единение уже здесь, на этих землях, в границах киевской митрополии. Если мы возвращаемся в 1596 год, мы увидим, что глава церкви соборно, вместе со своими епископами, принял унию. За исключением двух епископов. Но не все население приняло эту унию. Мы говорим сейчас о казахах, которые обратились с просьбой к Константинопольскому патриарху. Мы говорим сейчас о территории государства Речи Посполитой. К Константинопольскому патриарху, для того, чтобы он поставил в его епископы новых людей и таким образом восстановил эту православную уже иерархию. И в 1620 году иерусалимский патриарх, за мандатом Константинопольского патриарха, полагает в его епископы несколько человек, которые восстанавливают эту православную иерархию. И что мы имеем после этого? Киевская митрополия разделена на две части. Одна часть, которая приняла унию слимом, и вторая часть, которая ее не приняла, которая дальше находится под юрисдикцией вселенского патриарха. Между ними происходит вражда. Так называемая война Руси с Русью. И в этих обстоятельствах находятся люди, которые понимают, что это ненормально. И история нам дает двух людей очень большого масштаба, очень большого кругозора. С православной стороны это масштабная фигура киевского митрополита православного Петра Могилы. С другой стороны это митрополит Йосеф Велимин Рудский. Между ними начинаются переговоры. Они решают, как воссоединить эти две части церкви, которая когда-то была единой. И они начинают одну инициативу. Они договорились провести два собора. Один для тех, кто принял унию во Владимире, другой в Киеве для тех, кто не принял унии. Потом уже провести во Львове совместный собор и таким образом объединить церковь. Собор во Владимире с трудностями был проведен. Собор в Киеве был проведен в нормальных обстоятельствах. И настала очередь проведения совместного Львовского собора объединительного. Но тут вмешались римские декастерии, конгрегации распространения веры и нунцы с Санта-Кроча, нунцы при государстве Речи Посполитая, которые своим письмом запретили проведение этого совместного собора. Таким образом, эта инициатива потерпела свой крах. Но возвращаемся опять к сослагательному наклонению. Только представим себе, что было бы, как бы выглядело современное христианство, если бы этот собор смог состояться и две части когда-то одной киевской митрополии были соединены во едино снова. Это была бы церковь, которая имеет сопричастие и с вселенской патриархией, то есть с всемирным православием, и с римской столицей. Это был бы прецедент, которого до сегодняшнего дня мы не имеем. К сожалению, этого не случилось.